Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. И начнем, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллар вчера обновила локальный максимум, доходили до значения 1.1263 и на текущий момент в этом же направлении тенденция и продолжается. Ближайшая цель по движению пары евро-доллар это закрепление выше отметки 1.13. Если говорить о разворотных уровнях, которые мы можем отметить на текущий момент, то один из краткосрочных уровней, которые сейчас мы видим, это отметка 1.1162, минимум, который был зафиксирован вчера. Среднесрочный уровень находится в области 1.1069, это минимум, который был сформирован на прошлой неделе. Пара британский фунт и американский доллар также продолжают свое восходящее движение, но не столь активно, как пара евро-доллар. Ближайшая цель по данному движению находится в области 1.1342, обновление максимума в прошлой неделе. И ближайший разворотный уровень на текущий момент среднесрочный находится в области 1.2865. Соответственно, уход выше и закрепление за отметкой 1.3044 позволяет нам переместить разворотный уровень уже на отметке 1.2885 вместе за текущим движением. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают свое восходящее движение. Сегодня с утра были обновлены уже локальные максимумы, ушли выше отметки 0.74888, поэтому тенденция на укрепление, напомню, коррекционное австралийского доллара продолжается. Она будет иметь вид коррекционного до отметки 0.7548. Поэтому на текущий момент разворотный уровень по данному движению находится в области 1.7433, минимум, который был сформирован вчера в первой половине торговой сессии. Пара американский доллар и канадский доллар продолжают свое нисходящее движение. Ближайшие цели находятся в области 1.3456 и следующая цель для нисходящего движения уже область 1.3226. Ближайший разворотный уровень по последнему импульсу находится в области 0.3668, максимум, который был зафиксирован 18 мая. Пара американский доллар и японская иена также продолжают свое нисходящее движение. Сегодня с утра обновили минимумы вчерашней торговой сессии, но пока пара торгуется в небольшом диапазоне после довольно-таки активного движения, которое мы видели вчера. На текущий момент разворотный уровень все также остается в области 1.1383, среднесрочный уровень. Переместить его уже за ценой в ту область, где у меня отмечено желтым цветом, мы сможем только после обновления минимума в области 1.1024. И та цель, которую мы рассматриваем по движению среднесрочному, находится в области 1.10897. Пара евро-фунт продолжает свое движение восходящее. Сегодня уже с утра также были обновлены локальные максимумы, ушли выше вчерашней торговой сессии. Поэтому среднесрочный уровень по последнему импульсу находится в области 1.8522. Краткосрочный уровень мы можем отметить на локальном минимуме вчерашней торговой сессии в области 1.8599, минимум, который был зафиксирован вчера. По индексу DAX возврат к покупкам, которые мы начали отмечать еще на прошлой неделе, по крайней мере его начало сейчас, мы видим, что индекс DAX довольно-таки медленно, но тем не менее продвигается в сторону укрепления. Ближайший коррекционный уровень на текущий момент у нас находится в области 12.487. Переместить его уже на минимум вчерашней торговой сессии мы сможем в конце сегодняшнего торгового дня, если цена не уйдет ниже минимума понедельника, если не будет обновлено значение 12.567. Золото также продолжает свое восходящее движение. Ближайшая цель это закрепление выше отметки 1264 доллара за тройскую унцу, по крайней мере ее обновление для следующего импульса. И ближайший уровень среднесрочный, который все еще мы держим, это область 1230 долларов за тройскую унцу. И потенциальный уровень, который у нас может быть сформирован после обновления локального максимума, это отметка 1246 долларов за тройскую унцу. На текущий момент тенденция на укрепление продолжается как в среднесрочной, так и в краткосрочной перспективе. Нефть марки Brent в среднесрочной перспективе продолжает свой рост, но сегодня с утра мы видим уход ниже минимума вчерашней торговой сессии, что может говорить нам о краткосрочной коррекции по данному инструменту. Поэтому если говорить о покупках, то покупки имеют место вблизи отметки 50.95 и наиболее эффективно отслеживать завершение коррекции для присоединения уже на покупку по данному активу. Ну и индекс доллара продолжает свое нисходящее движение и ближайший коррекционный уровень, который сейчас мы можем отметить, находится в области максимума, которую мы видели вчера. Поэтому сейчас мы его сможем переместить уже за отметку 97.36. Именно преодоление данного уровня, данной области нам скажет о том, что тенденция в краткосрочной перспективе может пойти уже на укрепление индекса доллара. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Ваши вопросы вы можете оставлять под видео. Подписывайтесь на наш канал. Если вам понравился обзор, то ставьте лайк. Всем спасибо за внимание и до свидания.